Ребятки, но наряду с абсолютно топовой, вообще офигеннейшей демо-зоной Apple в этом МВидео, в Море-Море, есть маленькая ложка дегтя. Смотрите, это стандартная выкладка магазина МВидео. И здесь первое удивление, что здесь есть iPhone 6s, то есть он есть в демо-зоне, но единственная проблема, что пользоваться им у вас не получится ни в коем случае, потому что он разряженный. И, допустим, зарядить его тоже не представляется возможным, потому что коннектор Lightning, он тупо вырван из вот этой вот держалки. То есть, короче, это забавно, то есть такое чувство, что кто-то украл его. Ладно, с 7-кой пользоваться можно, Lightning здесь есть, но он здесь тоже наладан дышит, такое чувство, что его тоже скоро вырвут. Идем дальше. Дальше у нас идет iPhone XS и, походу, в МВидео тоже забили на его продаже, потому что заряжать его тоже не положено. Естественно, он тоже выключен, ну, в таком как-то положении. Тоже все это оторвано. По поводу 11 и 11 Pro, они здесь есть нормальные, демки на зарядке стоят, все хорошо. Кстати, прикольная картинка на 11 айфоне. Но самый эпик, вот это, это 10s Max. Это 10s Max, он тоже выключен, к нему тоже нет зарядки. Точнее как, ребят, она есть. Сука. Но она микроизлишная. Да, то есть, забавно. Я, блин, думал то, что здесь на самом деле все прям шикарно, все идеально. Но, к слову сказать, продавцы, видимо, не глупые. Они не пытались засунуть сюда микро-USB-шку, потому что Lightning порт не поцарапанный. С ним нормально все. Но вот сам факт, что 10s Max, он, так, это, походу, я. Это, походу, у меня сработала сигнализация, потому что вот эти штуки загорелись. Сейчас посмотрим, придет кто-нибудь или нет. Но сам факт. Микро-USB в Lightning. Естественно, этим, этим и этим айфоном пользоваться нельзя, тестировать нельзя, смотреть, что у них там нельзя. Но вот эти работают. Что-то где-то там орет. Микро-USB не заимствуют, что ли вообще лечение.